Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. У него нет лицеприятия за 16 июня 2018 года. Антон Пьянкин. Мир вам, Игнатий Тихонович! Наконец, снова лето, и можно смотреть и внимать вашим словам в Потеряевке. Есть в этом какой-то неописуемый синтез слов Божьих на стенах и образа неразрушенной природы. Это не город, не люблю город. Все тут дело рук человеческих. Вот какая мысль у меня возникла тут, когда разговаривал с родственными душами о переезде и выборе места жительства. Адам и Ева были наги. То есть климат был настолько комфортен, что позволял им не замерзать. Поэтому наиболее благоприятная среда жизни для человека – это там, где всегда тепло. Что думаете? А с другой стороны, видимо, и климат на всей планете должен был быть иной. Отвечаю. Того райского климата не было на земле, вне рая, и не будет никогда. В месте светло, в месте прохладном. У покоя просим. Значит, что светлого места разве нет здесь? Есть, но все затемняется тучами, градом, молниями, снегом. Отвечаю. Бытие 3.21. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и отдел их». Значит, климат изменился. Голод, теперь уже кожаная. Шубу надел на них. «И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло, и теперь, как бы ни простер он руки свои, и не взял так же от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно, и выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. Вот, изгнал Адама, выслал, а дальше изгнал, то есть прогнал, и поставил на востоке у сада Эдемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Но он его видел, Херувима, не знаем. Этого мы не знаем. Видел он его, не видел, но факт то, что если бы он пошел туда, внезапно упал и умер. «А там ищи тромбоз какой или еще что-то, болезнь какая-то». «И не возле райских врат будут люди тосковать-то, но начнут обихаживать всю землю с разным климатом». Бытие 1.22. «И благословил их Бог, говоря, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях». Воды наполняйте. «И птицы да размножаться на земле». «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». «Змей против тебя будут идти, разные крокодилы, удавы, кобры». «И благословил Бог Ноя, и сыновь его, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». «А земля какая? Разная, там Исландия есть все время, живут люди иногда в пустыне. А что? А есть такое место райское, нету его, нету. Все мошки, звезды морские, все знают как-то человека уязвить. И микробов сколько, попробуй. И болезни, заболезни разные. Сколько медицинских учреждений, посмотрите, сколько этажей. А в районе ничего этого не было. Девятиэтажные, десятиэтажные, все заполнено. Непрерывно врачи готовят, и готовят каждый год выпуск, и все не хватает. Да еще народные средства какие есть. А там ничего не было этого, жил человек. И дальше стареет. И спортом занимается, и пьет, и ест все по нормам. Все равно от чего-то умрет. Умрет. И сегодня даже ни одного человека нету на земле, у которого бы прожил 900 лет. Даже 90 несчастных, а уже даже 200 и то нету. Долгожитель на земле там 130 лет. Марка 13, 27. Я показать хочу, что до края земли пойдет человек. И тогда он пошлет ангелов своих и соберет избранных своих от четырех ветров. От края земли до края неба. То есть везде. Везде. Какой климат? Ну, достаточно посмотреть. И наводнения, и оползни, и чего только нету. Где люди бывают? И живут в горах, и в скалах. И эскимосы строят там себе какие-то подходы зимой. И кости, и кита, и дерева-то нету. Дальше читаем. Деяние 1, 8. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Будете мне свидетелями Иерусалима и во всей Иудее, Самаре и... И даже до края земли. То есть апостолы пойдут, менять будут одежду свою. И они пошли на север. И там они уже и шапки надели, и обувь разную теплую, и унты. Исайя 55, 10. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается. Но напаяет землю и делает ее способную рождать. И произращать. Чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Снег, вот Сибирь, и если лучшего места, кажется, не найдешь. И погода и такая, и такая есть. Все. Полнота. Псалом 147, 6. Бросает град свой кусками перед Морозом. Кто устоит? Вот устоит с Богом, когда. Даниила 3, 71. Благословите лед и мороз Господа. Пойте и превозносите его вовеки. Ну и далее, считаю, здесь переписка между Евгением Тарапко. О, он пишет. Нет, трудно считать, считайте. Тормозите и потом прочитаете. Тормозите. 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 Продолжение следует... 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 Болячки, а как вспомнишь тех, кто как Сергей Козлов лежит? Да какие-то мои болячки-то? Никакие. Что это за болячки-то? Это нет, не пойдет так. И вот здесь рассуждайте об одном и том же, но объедините эти силы. Да вот старобрядцы, да вот там было их 10 миллионов. Евгений, поясняю, старобрядцы это кладбище всех талантов. Ни одного благовестника Федора Мельникова, вот один он сидел и разбирал, что означает липование, под липами, не под липами. Мне нравится, как он убежал через границу, как на пасеке печатал, щакал и сказал ему, пчеловод, я тебя принял, а ты тут щакаешь, на машинке-то услышит же. Вот такое дело, как он в Румынии дальше бежал. А на благовестие он не вышел, а зачем это не? Лежало до нас тысячу лет, пусть дальше лежит. Старобрядцы сейчас это мертвая зона. Ни одного миссионера, повторяю, ни одного музыканта, ни одного художника. Картина Сурикова, Боярня Морозова, это берут где-то, кто-то как-то. Мы такой поэт, чтобы вот его коснулось, и благодатное перо побежало и призвало других к покаянию. Нет этого? Нет. Да, хорошие есть стихи, Греханов пишет. Да, действительно так. Но дальше нет, он как Роман Матюшин, стал маленько что-то видеть, а то стонет, стонет все, белые купола, кресты на кладбищах поваленные. Это ничего не дает. Грешно, супергрешно. Это никого не привлекает. Вот я считаю, там где-то заключение пишет, никогда преступление не говорит, какое горе принес. У него нет тоски об этих людях, как выйти, как помочь, как восполнить эту потерю. Нет, я теперь со Христом. Ну, видно, что еретики там работают где-то с заключенными, там журналы посылает им, диски. Ну, и он там плывет, он знает уже, как говорить, и выходит, женится, женится, и тут же начинает блудить, и вот курят они, они курят сто процентов. Это может быть один какой-то совершенно уже помирает от туберкулеза, может быть, не курит. Я знаю их очень хорошо. И грамма ни один не говорит, а я теперь со Христом, и он сейчас со Христом в ереси находится, к еретикам попал, и все со Христом, со Христом. Он знает, какие слова говорить, какие написать. Вот мне тут помогали, как ему помогали, я выйду, и, надеюсь, мне будут помогать, такие и есть, выходят, да. Пусть это работает, начинает жить, восполнит то, что сделал. Кого обидел, вчетверо воздам. Нет, ни один это не пишет. Это я у Эдуарда Зеведеева, не знаю, фамилия это или что-то, работают. По первым названиям жены Яна Николаевича Пестия, они против ничего, но сердце не принимают. Вот он все говорит и знает, как сказать, и такой верующий. У старобрядцев не говорят, это выпивка у них, выпивка везде. Вот, все. И ни один не пойдет с Евангелием проповедовать, ни один. Вот у нас здесь, здесь сколько они вызывали, старобрядцы, свои родные, нет, нет, еще нет. А мы дольше вашего молимся, да больше стоите, спите дольше нашего, а не то, что молятся-то. Да они этого не знают, настоящие молитвы-то. А как так вот записано? Медведь нападает, он, Богородица, Дева, радуйся. Маленько подальше-то смотреть. Вот сейчас покажу наши ресурсы. Вот, первый, это, наверное, очень люблю его, мой мир. Где я в шапке, тут можно переписываться. А где с голубем, это запасной. И очень большой наш форум. Форум. Называется этот форум, православный форум, Игнатия Лапкина. Вот, 1600 тем. Вот, сегодня я выставил много. Вот опять покажу сейчас. Вот как мы тут оформляли лагерстан, строение подмузейное. Где администрации были. Вот, Мамонтовского района. Где прокуратуры были. Мамонтовского прокуратура. И вот здесь, смотри, сегодня. Ооо, сколько я сегодня их выставил. Раз, два, три, четыре. Ровно двадцать роликов выставил с утра. Ну, необходимо было это показать. Как идут собрания. Это живая жизнь. Во всех направлениях. Осипов этого не покажет. Смирнов не покажет. Качев не покажет. Ну, все, которые выступают где-то, нет. Он на одном месте стоит. Он говорит, там, по часам сидит, развалился. А не будет работать. Ну, и у нас комплекция-то разная. Вот на этом бы сегодня и все.